Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Эсфирь», и сегодня мы будем читать седьмую главу этой книги. «И пришел царь Саманом пировать у Эсфирь царицы, и сказал царь Эсфири так же и в этот второй день во время пира, какое желание твое, царица Эсфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена?» То есть царь не меняет своего отношения к Эсфири, точно так же, как Христос не меняет отношения к Церкви, хотя Церковь состоит из святых, праведных и грешных, потому что Царь земной очарован красотой и Эсфирью, а Господь радуется о святости и праведности угодников Божьих. которые являются как бы лицом Церкви, настоящим ее лицом. «И отвечала царица Эсфирь и сказала, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы...» Вот здесь она начинает говорить как бы вопреки этикету, то есть то, чего никто не ожидал. «Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Эсфирь, царь поражен вот этой переменой в темпе ее речи, «Кто это такой? И где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь, «Враг и неприятель – это злобный Аман». Аман сидит тут рядом. «И Аман затрепетал пред царем и царицей, и царь встал в гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворе в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, то есть он упал на колени и припал к ложу, то есть к ее кровати. И сказал царь, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». То есть все свидетельствует против Амана, даже его раскаяние перед Эсфирь свидетельствует против Амана. И сказал царь, «Повесьте его». Итак, сначала царь говорит, «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня». И далее, «Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману». Что значит, «Накрыли лицо Аману». Древнехристианский экзегет Раббан Мавр пишет, «Итак, мольбы Амана к царице Эсфирь были приняты царем Ахашфирошем за коварство». Действительно, когда приблизится день суда, прощение нечестивого станет не мольбою, а раздражением. И мы это видим в Евангелии, как Христос говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бес возгоняли, и тогда скажу им, я никогда не знал вас». Раббан Мавр продолжает, «Вот в псалме написано, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех». В каком случае молитва в грех? Или это запоздалое раскаяние, когда уже ничего нельзя исправить, или это раскаяние с одной целью – сохранить свою жизнь без поиска спасения для собственной души. Раббан Мавр пишет далее, «Тогда придет стеснение к тем, кто прежде стесняли смиренных, ибо наступит время воздаяния. И, будучи осужденными, они покроются позором грехов своих, как написано, да облекутся противники мои бесчестием». Это Псалом 108, 7 стих. «Когда сходить будут во мрак преисподней, чтобы получить достойное дел их воздаяния». Таким образом, получается, что падение Амана началось тогда, когда он поставил висельницу Мардахею. В этот день возвеличивается Мардахей по приказу царя и по научению Амана, что интересно, потому что Аман устанавливал, что надо сделать для человека, которого царь хочет почтить. «Слово вышло из уст царя и накрыли лицо Аману». Накрыли лицо, то есть как мертвому. Все, ты не имеешь права говорить. «И сказал Харбона, один из евнухов при царе, вот и дерево, которое приготовил Аман, то есть висельница, для Мардахея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиной в пятьдесят локтей». То есть Аман поставил ту висельницу, чтобы потом из окна наслаждаться мертвым телом Мардахея. Как и дьявол, все делал для того, чтобы Христа распяли, а потом пришел в ужас, когда понял, что это искупление рода человеческого. «Пятьдесят локтей» — это очень высокое дерево, это почти как мачта. «И сказал царь, повесьте его на нем», то есть на этом древе. «И повесили Амана на древе, который он приготовил для Мардахея, и гнев царя утих». Итак, накрытие лица Амана равносильно приговору к смерти. Обычно покрывали голову тем, кого должны были повесить. И даже в более поздний период, когда людей вешают, одевают такие мешки на голову, и потом стягивают веревку под подбородком на шее. Итак, мы видим, что все то зло, которое злоумушлял Аман против Мардахея, оно обернулось на него. Мы должны бояться зла. Мы должны бояться говорить плохо о людях, даже о которых мы знаем, что они плохи. Каждый должен говорить только о себе самом. Мы должны трепетать перед священным даром жизни другого человека. А если мы что-то злоумушляем, то наше злоумушление возвращается к нам самим. Как и наше добро возвращается к нам самим, как сказано, пущенный по водам хлеб возвращается к человеку, но и зло возвращается к нам самим, как один еврейский мудрец, он шел по берегу Иордана с учениками, и он увидел, что плывет череп. Посмотрев на него, он сказал, «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потоплены». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok